Елена Викторовна, совместная презентация Юлия Владимировна Алексеева и я. Мы тоже несколько лет уже работаем над этой темой на самом деле. И если мы все время слышим от выступающих, от тех, кто выходит сюда на трибуну, но актуальность этой темы не требует доказательств. То есть рак легкого, рак желудка и так далее. Все мы говорим про цифры. Передо мной, перед нами как раз была поставлена задача рассказать об актуальности темы. Вот это вот лечение пожилых пациентов пожилого и старческого возраста в онкологии. Мы, ну во-первых, я сегодня всех слушала и чаще всего я слышала очень большие цифры возраста представляемых пациентов на самом деле. Дальше, тогда когда мы начали развивать эту тему у себя в МИЦ, я тоже часто, ну что ты там все про стареньких, про стареньких. А тут пару месяцев назад встретилась с одной из своих выпускниц на другом конце страны. Глина Викторовна, самые тяжелые, пожилые. Вот, поэтому на самом деле я хочу просто для закваски, для начала напомнить, что пожилые это от 60 и старческого возраста и дальше это уже от 75. То есть от 60 это фактически те, кто работает в стране. Ну так, если оглянуться. Вот. И еще раз, да, по причине нашего стремительного старения населения на планете, больше половины наших с вами пациентов онкологических, это пожилые пациенты. Мы с вами не педиатры. То есть мы с вами лечим в основном пожилых пациентов. И злокачественные новообразования развиваются у пациентов старшей возрастной группы. Ну, как мы говорим, дожили до них, да, то есть хорошо, что они молодые. Вот. Посмотрите, возраст 60+. Распространенность онкологических заболеваний в пожилом возрасте. Колоректальный, рак молочной железы, предстательной железы, все мы знаем, это взрослые пациенты, другие злокачественные, почти 50%. То есть это очень большая когорта пациентов. И мы с вами всегда обращаем внимание, на самом деле, в основном, все клиницисты обращают внимание только на сам диагноз, на само заболевание. Рак молочной железы, рак желудка, рак кишки и на возраст пациента. Но нужно понимать, нужно это для себя уловить, что на самом деле влияет не только хронологический возраст пациента. И мне очень понравилось, как Антон Владимирович сказал, что наши пациенты еще и стареют просто от того, что они заболели, заболели онкологическим заболеванием, да, плюс еще получая наше такое ничего себе лечение. Вот. То есть влияет само онкологическое заболевание, сопутствующая патология, а к 60 годам, как правило, пациент уже имеет в среднем 7 сопутствующих заболеваний, как минимум, да. Хронический бронхит, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь – это вот то, что у всех на слуху, и мы это вообще чуть ли не нормой считаем. И есть еще такой термин, называется гериатрический статус. Так вот, на развитие осложнений, сейчас мы об этом немножко поговорим, на развитие риска, на факторы риска, да, факторами риска развития осложнений у наших пациентов, взрослых, облияют факторы, такие как иммуностарение, геномная нестабильность, хроническое воспаление, коим является заболевание, естественное снижение функций почек, снижение резервов костного мозга, само по себе уже имеющиеся, и опять же гериатрические синдромы. И риски, которые могут развиться у этих пациентов, это раннее послеоперационное осложнение, я думаю, что ни для кого не секрет, что оперировать 20-летнего и 70-летнего – немножко разные моменты. Время и длительность нахождения пациента в стационаре, сокращение, вынужденное сокращение курсов лучевой терапии, и токсическое влияние самих по себе наших препаратов, и вынужденная редукция доз, все это влияет на общий противоопухолевый эффект. Стрессорными факторами являются онкологическое заболевание, как мы поговорили, да, и противоопухолевая терапия, и ухудшение течения и ускорение развития ранее компенсированных, вот все вроде как жил, все нормы у него, это сопутствующих заболеваний и гриатрических синдромов, как и снижение эффективности противоопухолевой терапии. Все было хорошо, все было прекрасно, начали лечить, пошел снижение функциональных резервов организма, и, соответственно, мы получаем меньший противоопухолевый эффект. Цели лечения пациентов, в принципе, мы знаем, что мы идем на излечение, либо на сохранение продолжительности жизни, увеличение ее продолжительности, улучшение качества жизни. Так вот, у пожилых пациентов и старых это продление активной жизни, увеличение общей выживаемости, поддержание качества жизни и управление нежелательными симптомами. Еще раз, очень часто гриатров, гриатры это врачи, которые занимаются болезнями пожилых людей, часто упрекают, что вы там зря продлеваете жизнь, зачем нам дряхлые люди нужны. Так вот, гриатры говорят, наша цель не тупое, не слепое продление жизни, а продление активной жизни. Понимаете? Продление активной жизни, не на памперсах и на ходунках, а сохранение активной жизни. Для того, чтобы понять, какой перед тобой сидит человек 60, 70, 80, 85 лет, мы сегодня 84-летнему, как-то у нас было предложение иммунотерапии на потом отложить. 89. 89 лет. Иммунотерапию отложим на потом. Мы потом сидели еще, радовались на юбилей, на 100 лет, понимаете? То есть, мы ведь уже вот об этом говорим. Поэтому, что является целью, вот этого я несколько раз уже произнесла, гриатрический синдром, гриатрическое обследование. Значит, чего мы хотим добиться? Это диагностика нарушений, которые не выявлены при рутинном физическом осмотре и сборе анамнеза. Тех, на которые обычно мы, клиницисты, не обращаем внимания. Попытаться спрогнозировать развитие тяжелой токсичности, связанной с предлагаемым лечением, и прогнозирование общей выживаемости при различных видах опухолях и методах лечения. И почти у половины пациентов это может изменить, вот эта уже дополнительная диагностика, может изменить стратегию лечения наших пациентов. Гриатрические синдромы. Что это такое? Это саркопения, Надежда Александровна говорила, да? Пролежние падения. Просто услышьте, их много, и гораздо больше, чем здесь указано. Мальнутриция, недержание мочи, нарушение слуха, нарушение слуха и зрения, болевой синдром, не связанный с опухолевым процессом. Нарушение поведения и адаптации, депрессия, деменция, делирий. А мы не имеем права отказать. И как бы, в общем-то, мы же доктора, а не судьи, да? То есть если у человека есть деменция, вы будете его лечить от рака? Ну да, да, да. Вот. Утрата самообслуживания. А как лечить пациента, у которого есть некое злокачественное образование, но у него рядом никого нет? Ему просто некому отвезти на лечение, забрать его анализы крови и посоветоваться с вами. Вполне себе курабельный пациент дома. Ему не доехать до вас. У нас в Питере-то не доехать, а я так понимаю, там в коме на оленях до доктора. Вот. Социальная изоляция. Эти пациенты одни. Ну, у них на вертолете там, Архангельска, коме, они на вертолете летают к своим пациентам. Вот. То есть эти люди одни. Мало того, что у них есть онкологическое заболевание, плюс стрессорная ситуация, и плюс они еще просто социальная изоляция. Синдром насилия. А вы думаете, что такое синдром насилия у стариков? Я вот когда задумалась на эту тему, это нифига себе не изнасилование, и это не убийство, и не битье. Не только это имеется в виду. Вы знаете, когда у меня отец один, уже долгие годы жил один, я его после 60-ти забрала к себе и вырвала из родной среды. И он жил в незнакомом месте, среди незнакомых людей, всего лишь со мной. Но я-то к тому времени тоже уже 30 лет жила без него. Он жил без него. Это уже синдром насилия, вынужденный. Это для них тоже стресс. Ну и так далее. Нарушение семейных связей. То есть это тоже нужно учитывать. Без этого мы не сможем наших пациентов... Ну, мы не сможем им помочь. Существует несколько методов комплексно-гериатрической оценки. Их много, вернее, да, на самом деле достаточно. Но синдром вот этот вот часы, это самое такое показательное изображение, как они, нарушения происходят, когнитивные функции. Низкая комплаентность пациентов. Сколько раз мы слышали от пациентов, у которых уже пожилые, им выставлен диагноз онкологического заболевания, а они говорят, да ладно, я и так умру, не буду лечиться. Но что с ними происходит? Они же завтра не умрут по собственной воле. Они будут долго, мучительно находиться дома, гнить, и будут в тяжелом состоянии долгое время, потом все равно нам потребуется что-то с ними делать. То есть они не в состоянии просто оценить вот это вот вещи, свою судьбу. Одиночество собственного, чувство собственного бессилия и эмоциональное напряжение, которое преобразуется в телесный синдром, то есть ухудшение общего, всех сопутствующих патологий. И очень часто все мы, особенно химиотерапевты, сталкиваемся, как я говорю, хороший химиотерапевт, он ведет своего пациента всю оставшуюся жизнь, до смерти этот его пациент. Вроде как прооперировали, одюван даже провели, а он через несколько лет к тебе возвращается либо с рецидивом, либо с другим раком. И опять травматизация. То есть он же надеялся, что уже вылечился, а тут опять мы. Понимаете? Ну и соответственно, те хронические заболевания, к которым еще раз он привык, он их считает нормой, но они обостряются на фоне нашего лечения и истощают и ограничивают нашего пациента. Вот. Ну вот на данном слайде на самом деле представлены результаты работы Юлии Владимировны. Это ее на степень кандидата наук работа была, где была разработана шкала оценки пациента, нашего онкологического пациента с возможностью, последующей возможностью отношения к нему. Нужно, не нужно? Редуцировать дозы. Назначать лечение, не назначать. Я понимаю, что она здесь мелко, но мы на самом деле и Антону Владимировичу эту шкалу показывали, предлагали для использования у нас в МИЦ, она достаточно широко стала привыкать. Начали к ней даже хирурги, не только химиотерапевты. То есть это несложная шкала, где внизу подводится итог от 0 до 10 баллов пациента, который не нуждается вообще в редукции доз препаратов. Если он набирает больше баллов, то решаем, либо необходима редукция дозы на 25%, либо мы все-таки проводим симптоматическую терапию, улучшение качества жизни и не замучиваем пациента. Существует несколько рекомендаций по лечению пожилых пациентов с злокачественным образованием. В основном это зарубежные издания, естественно. Есть наше руководство, нашим министом под руководством профессора Анисимова и Беляева издана онкогеронтология. Мы издали несколько методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов со злокачественными образованиями по гериатрической оценке. Что же делать дальше? Предположим, мы выявили некие гериатрические синдромы. Дальше что мы делаем? Нутритивная поддержка, коррекция питьевого режима. Вы знаете, что пожилые пациенты не считают нужным достаточно жидкости употреблять? У них вот это вот есть. Вон здесь столкнулась. Меньше пьешь, меньше писаешь, меньше в туалет бегаешь. То есть у них очень часто почему-то принято вот это вот момент. Назначение поддерживающей сопроводительной терапии в соответствии с нашими рекомендациями практически русско. Лечение болевого синдрома, даже не связанного с онкологическим заболеванием. исключение социальной изоляции чувства одиночества, соматической патологии, тогда, когда ты пациента подготавливаешь к лечению. Не сбух ты барахтай, я тебе сейчас все отрежу, я тебе сейчас ядов там вожу, а некая подготовка происходит. Назначение лечебной физкультуры, физиотерапевтические методы. В интернете наберите строчку пожилые люди в Японии. Они все на улице спортом занимаются, они все гимнастикой занимаются. Понимаете? Вот. На АСКО были представлены результаты трех рандомизированных исследований по использованию КГО, это комплексно-гериатрическая оценка в клинической практике врачей-онкологов и по влиянию результатов от этого оценки на тактику ведения пожилых онкологических пациентов. Здесь было достаточно много пациентов проанализировано. старше 70 лет нежелательные явления третьей и пятой степени встречались реже у больных, которым проводилась комплексно-гериатрическая оценка. Это объясняется тем, что в этой группе больных значительно чаще выполнялась редукция доз препаратов. Однако, несмотря на снижение дозы, статистически значимых отклонений в общей выживаемости было не больше. То есть, за счет оценки состояния пациента дозы редуцировались, лечение переносилось лучше, общая выживаемость не хуже, чем те, у которых не пришлось эти дозы редуцировать. И бессоветийная выживаемость у пожилых пациентов, коррекция гериатических синдромов позволила улучшить показатели бессоветийной выживаемости у пациентов старше 60 лет. Это при многофакторном анализе общей выживаемости оказалось, что колоректальный рак, это у Юлии Владимировны работа, многофакторный анализ показал значимое влияние возраста и статуса ЭКОК на уменьшение двухлетней общей выживаемости. Однако, коррекция гериатрических синдромов способствует увеличению общей выживаемости. То есть, тогда, когда мы подходим к пациенту не просто как к телу, но и хотелось бы в качестве выводов сказать, что сам по себе напомнить, биологический возраст не должен оказывать влияние на тактику введения онкологических пациентов. Всем пациентам старше 60 лет все-таки показано проведение комплексно- гериатрической оценки. При оптимальной стратегии лечения пожилые пациенты могут достигнуть таких же результатов, как пациенты более молодого возраста. И мы считаем, что необходимо создание отечественных клинических рекомендаций по лечению онкологических пациентов пожилого и старческого возраста. У меня все. Спасибо. Спасибо.